До начала полномасштабного вторжения Игорь служил в Мариупольском порту, проводил таможенные досмотры. Три года назад ему предложили взять в помощники собаку. Так в его жизни появился лучший друг Рамус. Наша часть закупила щенков. Их привезли совсем маленькими. Им было всего по два месяца. Я себе сразу одного забрал. Когда Рамус немного подрос, Игорь вместе с ним поехал во Львовскую область, в кинологический центр. Пес оказался способным учеником. Четыре месяца мы с Рамусом учились обнаруживать оружие и взрывчатку. А затем отправились на границу в Мариуполь. В порту Рамус находил охотничьи патроны. А во время контрдиверсионных операций на линии разграничения уже боевые. Полномасштабное вторжение Игорь и Рамус встретили на своем посту. 24 февраля 2022 года мы были в отделе пограничной службы Сартана. Оттуда где-то 10 километров до линии разграничения. Держали там оборону. Потом, когда оккупанты перерезали нам путь и стали заходить с тыла, нам поступила команда отступить в Мариуполь. Понимая, что во время боевых действий в Мариуполе собака может пострадать, Игорь отправил Рамуса в дом к отцу. Сам же с подразделением по приказу отошел сначала на комбинат имени Ильича, а затем на Азовсталь. Позже отец Игоря рассказал, что 10 марта снаряд упал прямо возле его дома. Рамус испугался и убежал. Осколками разбило забор. Отец и Рамус выбежали из дома. Сутки собаки не было, а на следующий день он вернулся домой перепуганный. В апреле в дом отца зашли российские военные. Было слышно выстрелы, и это сильно напугало пса. На оккупантов он реагировал плохо. Игорь дважды был ранен, пережил плен. Сначала находился в Еленовке, а затем в колонии в Луганской области. Конвоиры говорили нам, что в Украине все плохо, что нет света, а люди якобы все выехали. Вы в это верили? Конечно, нет. В марте этого года Игорь в числе раненых пленных попал на обмен и вернулся в Украину. Он мог получить на службе другую собаку, но решил во что бы то ни стало вернуть Рамуса. Через волонтеров нашел людей, которые согласились вывести собаку из оккупации. Люди, которые вызвались помочь Игорю, на блокпостах притворялись, будто это их собака. Почти неделю они везли Рамуса настоящему хозяину, который с нетерпением ждал встречи с любимым псом. Мы очень рады, что наконец-то наш друг семьи с нами. Теперь Рамус снова на границе, досматривает автомобили, совершенствует свои профессиональные навыки и исправно несет службу. Хозяин Рамуса хорошо знает, что самое сильное оружие, которое способно победить зло, это доброта.